Все окна в квартире Юлии Филимоновой выходят на север. Растениям, в том числе рассаде, не хватает света. Но начинающий садовод нашла решение. Использует фитолампу. Это осветительный прибор, благодаря которому в растениях ускоряется процесс фотосинтеза. Они прорастали, но они были очень такими, ну, тонкими, слабыми. И именно вытягивались в рост и потом паникали, то есть практически гибли. А сейчас они становятся более здоровыми, крепкими и сдерживают свой рост. Самые популярные фитолампы излучают фиолетовый свет. На самом деле это смешение двух спектров – красного и синего. Красный свет позволяет прорасти семени, а синий помогает растению нарастить хорошую корневую систему. Поэтому чаще всего такую фитолампу используют при работе с семенами, которым нужен поверхностный посев, либо с туго всхожими. Срок всхожести более 10-14 дней. Это, например, земляника садовая. Также рекомендуется у ней поверхностный посев и после посева поместить именно под спектр вот этого фиолетового свечения, для того, чтобы семена побыстрее прорастли, для того, чтобы потом впоследствии рассада не стала вытягиваться, для того, чтобы хорошая у нас качественная корневая система сразу начала расти. Второй вид фитоламп излучает белый свет. Их используют для, скажем так, взрослых или подросших растений, чтобы они чувствовали себя хорошо даже зимой, в короткий световой день. Собственно, на этом виды ламп заканчиваются. Дальнейшее разнообразие касается только формы. Есть декоративные готовые конструкции. Если хочется сэкономить место, то можно обойтись просто одной лампочкой и вкрутить её в любой домашний светильник. Либо можно использовать фитолампу с широким углом освещения. У ней цоколь обычный Е27, вкручиваться в любой патрон и уже направляться на растение в зависимости от того, как вы будете располагать это растение. Либо это будет направление на подоконник, либо это направление, может быть, на какую-то полочку. Обычно фитолампы расходуют мало энергии, поэтому садоводам можно не переживать за счета. Вообще же включать её на целые сутки не надо. Световой день растений 14 часов, поэтому всё зависит от времени года.